Друзья, всем здравствуйте! Новосибирск просыпаемся в студии. Программа «Оранжевое утро» Станислав Чибриков и Анастасия Фефелова. У нас сегодня, как всегда, отличные, приятные новости. Да, у нас сегодня такие же отличные, приятные, крепкие, спортивные, молодые, веселые, энергичные гости. Это финалисты реалити-шоу на 49-м канале «Королевские игры с мужским характером». Прошу любить и жаловать Александр Щербаков. Доброе утро, Настя. Доброе утро, Стас. Зрители, бодрого утра. Александр Фомкин. Всем привет, Новосибирск просыпаемся. И Александр Незбудей. Доброе утро. Доброе утро, парни. Ну, первый вопрос, наверное, как к коллегам, да, я уже сейчас к вам обращаюсь. Ну, каково это, когда вас показывают по телевизору? Вы стали реалити-менами. Реалити-менами. ТВ-шоу-менами. Как это для вас вообще? Вы попали на ТВ. Да, парни, не стесняйтесь, рассказывайте ваши эмоции. Александр Щербаков. Победитель реалити-шоу «Королевские игры» на телеканале «Энск-49». По образованию экономист, ведет очень активный и здоровый образ жизни. Все свободное время посвящает спорту. Любит готовить и заниматься домашними делами. Ну, на самом деле эмоции сразу не пришли, когда я стал победителем. Они пришли через день, потому что мне начали звонить, мне начали писать, я много отвечал. То есть победил, победил, подмышку приз, пошел домой, да? А уже через сутки, секунду. Нет. И немного забыл, да, что тебя снимали весь месяц и как бы каждый день показывают по телевизору. Нет, вот первая, самая первая съемка, самый ваш первый день, когда вы очутились перед камерами, собственно, когда поняли, что шутки закончились и все это всерьез. Александр Фомкин – серебряный призер реалити-шоу «Королевские игры» на телеканале «Энск-49». Работает автоинструктором. Любит путешествовать. Детей вырастил, деревья посадил и в ближайшее время планирует построить дом и создать семейный бизнес. Да, это, наверное, самый такой момент щепетильный был, ну, по крайней мере, если говорить за себя, что, понимаешь, вот настал тот момент истины, когда задания говорят буквально за две минуты до начала, и все это уже съемка. И уйти нельзя. И уйти нельзя, и дубль два сделать нельзя. Вот, и это накладывает некий такой отпечаток даже с точки зрения ответственности, да, потому что, ну, надо же проявить себя по полной, как говорится. Ну, еще психологически, да, немного. И психологически, да, психологически это тоже очень тяжело, когда, ну, когда человек никогда не бывает в какой-то ситуации, вдруг его в эту ситуацию, как говорится, ставят, всегда есть некий напряг. Слушайте, а месяц под месяц, да, два месяца под целыми камерой вас узнают, честно, вы идете по городу. Но есть, были случаи? Да, были случаи. Ой, а... Расскажите, Александр, пожалуйста, где вас узнали? Расскажите, Александр хорошо звучит, когда уступит мне Александра. Ну, первые того и покажут, так. Александр Незбудей. Бронзовый призер реалити-шоу «Королевские игры» на телеканале НСК-49. Собственник типографии. Увлекается познанием мира через путешествия. Объездил множество стран и в этом году планирует отправиться в автотур по городам России. Когда участвовали, да, вот, ну, в конкурсе на протяжении вот этого всего времени, было как раз интересно то, что, ну, воспринимать конкурс, ну, вот у нас были там моменты, когда там, как соревнования, да, то есть, и на самом деле мы все вместе воспринимали это как, ну, дружеские такие... Посиделки. Посиделки. Собрались с мужиками. Это было все весело. Да, вот, по поводу узнавания, это все-таки, где вас узнали, как это было? На самом деле уже узнают, там, в клубах. Это радостно. Стали пускать. А меня вчера узнали в магазине продуктовом. Серьезно. Да, я пришел, зашел за продуктами, и мне на кассе говорят, а вы же вроде победили. Я говорю, вы откуда? Ну, я, мы наблюдаем за нас. Как откуда? Наденьте маску, да, откуда? Наблюдаем, мы там подписаны на вас. Ну, приятно же? Да, конечно, приятно, это здорово вообще. Известность. А вы, кстати, в первую очередь, вы шли за известностью, или... Или вообще зачем? Почему вы на это все подписали, скажите? У каждого, наверное, ну, ладно, в первую очередь вы шли победить, это понятно, но... Я в Инстаграме увидел просто мероприятие такое, я такой думаю, надо поучаствовать. Почему бы нет, да. Александр, зачем вам? Вы знаете, вот ответ на вопрос, зачем, это всегда самый такой важный такой вопрос, его часто надо себе задавать. Но изначально я не задавал себе вопроса, зачем. Тоже поддался, как говорится, на рекламу, подал заявку. И только, наверное, вот уже сейчас, спустя два месяца, когда это все прошло, начинаешь понимать, зачем. Ну, ничего в жизни не бывает просто так. То есть, если был кастинг, если в этом кастинге, значит, отобрали 15 человек, и в том числе меня, да, значит, зачем-то это мне надо. И вот это осознание, зачем оно пришло чуть позже. Пришло уже? Какие вы сделали итоги? Вы знаете, у каждого человека, наверное, в жизни существуют некие такие контрольные точки в жизни. И вот перемещение по жизни от одной контрольной точки в другой, оно, наверное, и есть вся наша жизнь. Ну, видимо, пришел тот момент, тот период, когда, ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Никогда на телевидении не был. И вот видите, я сейчас с вами, мне очень приятно. А кто по профессии? Я по профессии автоинструктор. Как ваши коллеги, друзья, отнеслись к тому, что... Здесь насчет коллег... А теперь кто у вас учится, о нем говорят, что это... Сейчас ценник поднимем. Да, поверните налево, вы там у себя на телевидении указываете. Я с королем, я на сегодня. Ну, раз-два, Александр ответил, значит, третий Александр должен ответить, вам зачем, по какой причине вы пошли на шоу? Стас, хочу сразу тебя поправить, я шел не за победой. А, так. Я шел кайфануть. Я хотел что-то поменять себе, завести себя, ну, что-то новенькое мне хотелось. Приятно, когда победил, говорить, а я не за победой шел. Это было правда, вы вспомните меня на кастинге. Александр, вам нечем было заняться в повседневной жизни? Ну, почему? Ну, я занимаюсь спортом, у меня есть работа, я, опять же, ищу в поисках нормальной, новой работы. И мне как-то просто стало скучно, я решил что-то изменить, мне хотелось какой-то движухи. Получили движуху? Движуха просто крутая вообще вот такая. Эмоции через край. Когда вы сказали, Александр, что все вместе воспринимали как дружеский посиделок, и вообще, вот отношения среди участников внутри, какие были это соревновательства? Дружеские. Дружеские, ну, вот реально дружеские. Да вы так думаете? Ну, вообще, человек дружеский, да, могу сказать. Я подтверждаю, да, я подтверждаю. Это все так и есть. Мы буквально на второй, наверное, или третий день организовали свой собственный внутренний чат. А, мы уже общаемся на такие темы, да, что мы будем делать там. Тресаж его назвать. Да почему тресаж? Да было 15. А мы, кстати, эту группу переименовывали несколько раз. В зависимости от тематики, которая будет в ближайшее время. Ну, например, да, в период проведения этого шоу, да, был праздник 8 марта. Как мы будем поздравлять? Под каблучники. Женщин. Нужно под каблучники добавить. Кто что делает, кто скидываемся на цветочки туда-сюда. Это же здорово, это же бежево. И это все сплачивает очень сильно. Мы сейчас, ну, не знаю, мы со всеми ребятами все общаемся. Ходим там, один у нас есть, Женя Щенецкий, он интеллектуальными играми занимается. Угу. Потрясающе. Организовал нас, да. Своя команда уже есть. Да, я уже посещал, да, это мероприятие очень интересное. Ну, и каждый человек в своем каком-то амплуа. Фитнес-зал ходим. Фитнес-зал, да, кстати, фитнес-зал. А вы, Александр, всех потянули в фитнес-зал. Мы даже раньше друг друга не знали. Если следите за нашим Инстаграмом, в Инстаграме все увидите. Как ваши близкие отнеслись к тому, когда однажды вы сказали, все, дорогие мои, я отправляюсь на шоу. 49 канал. Да, на 49 канал. Я буду показывать под телевизором. О, вот эта тема вообще. Было там, куда ты, зачем, что ты, иди по сыну. Что касается близких, мне там сразу сказали, Саня, зачем тебе это надо вообще? Ты, куда ты хочешь залезть вообще? Сиди, как бы, занимайся. Там вообще ничего не светит. Я говорю, да я просто, говорю, ну кайфануть. Я одним глазком посмотрел. Просто, говорю, интересный проект, как бы там, ну, многообещающий, такой эмоциональный, крутой. Ну, вроде как хочешь, а сейчас там поздравления, молодец, красавчик. Смотрят, смотрят все серии, следят, да. Конечно, там, когда там следующая серия, там обязательно надо посмотреть, там всем по звонку, там, там Саня там покажет, там обязательно, там смотрите, смотрите, болейте. Все, уже не вспоминаю, да, что там, да, ну оставь в покое. Ну, а есть такие друзья, которые, ну, тоже там, ну, и знакомые, которые там прикалывались надо мной, там, там, Саня, куда ты залез? Какой-то холостяк, там, Дом-2, зачем тебе это надо вообще, Саня, ты, говорит, спортсмен, будь серьезным. Занимайся спортом, да. Серьезный человек, говорит, зачем тебе это? А у меня вот такой вопрос сидит. А сейчас поздравление, сейчас переобулись, такие есть такой сленг, да? Да, да, да. И все, и уже другие такие поздравляем. Саша, когда там следующие, да, мы тоже хотим. Узнавали за проект, когда второй сезон. Есть. Тоже хотят уже попасть, вот эти люди, которые говорили холостяк и Дом-2, они уже хотят в следующий проект попасть. Сейчас секрет им все не выдавай когда. Может быть, какие-то еще секреты наши участники будут. Все-таки выдавайте, но чуть-чуть попозже, после небольшой информационной паузы, никуда далеко не уходите. Мы перейдем к самому интересному. Ребята расскажут, через какие испытания они прошли. И у нас тоже есть кое-что интересное. Раскрыл только что тайну. Ну ничего, оставайтесь. Друзья, всем тем, кто только что включил программу «Оранжевое утро», здравствуйте еще раз. Мы по-прежнему всем желаем отличного заряда. В студии Станислав Чибриков, Анастасия Фефелова. И мы сегодня в очень приятной мужской компании. Финалисты реалити-шоу на 49-м канале. Королевские игры с мужским характером. Александр Щербаков, Александр Фомкин и Александр Незбудей. Три Саши, как мы называем их. Три А, три А. Итак, Александр, давайте перейдем к самому интересному. Вот вы добрались до финала, вы три победителя. А ведь всем остальным участникам, их сколько осталось, 19 человек, обидно, не дошли. Представляете, перед всем нашим замечательным, большим Новосибирском, Новосибирской областью, они не дотянули. Потому что там в основном были спортивные состязания. Мы их именем именем. Где вы же показывали свою силу? Так вот, можно сказать, вы самые сильные, потому что испытания у вас были, да, Александр? Давайте с вас начнем. Какие были для вас? Самое сложное было. Пригнуть со скалы. Я не знаю, как насчет сильные, потому что там были же испытания и по приготовлению еды, и по общению с девушками. Поэтому здесь, наверное... Где вы не дотянули? Наверное, не так все однозначно. Какие навыки отточены? Второе место, да, сейчас мы разберемся с Александром. Второе место, где вы не дотянули до Александра Первого. Вы знаете, я вот... Александр Первый, Александр Второй, Александр Третий. Ты нас тут Романовы буквально забрали. Вы знаете, я с самого начала, вот прям с первой серии говорил, когда мне задавали вопросы перед началом состязаний, там, что вы ожидаете? Ну, есть такая поговорка, нет ожиданий, нет разочарования. Соответственно, я ничего не ждал, я сразу понял, что все, что происходит, это проверка навыков. То есть у каждого есть свой какой-то багаж жизненный, опыт, навыки, да. Кто-то сильнее, кто-то смелее, кто-то интеллектуальнее и так далее. А где вы уступили, Александр? А я не знаю, я же не могу там залезть... Хорошо, лично для вас, что было самым сложным и самым легким, наоборот? Самым сложным и самым легким? Ну, самым легким было прыгнуть с 37-метровой линии электропередачи. Ну, это, конечно, мы еженем. А самым сложным тогда, что прыгнуть без страховки с 37-метровой? Самым сложным, самым сложным. Сказать комплимент девушкам? Нет, наверное, все-таки самым сложным было, когда с головы снимают мешок, и нужно за 30 секунд сориентироваться с воздуха, где ты летишь. Вот это, наверное, было самое сложное. Следующий момент, следующий вопрос, Александр. Я знала, что знаю, что вы прошли все спортивные состязания, а вот сказать комплименты девушкам вам не удалось. Серьезно. Ну да, у меня в этом плане... Вы стеснительный, склонный? На тот вопрос, который ответил Александр, у меня тут гораздо проще. Я по этикету провалился. Приготовить-то я приготовил вкусно, так как я кулинар. Но вилку не той рукой взяли. Нет, там на самом деле, Стас, все не так просто. Там нужно все это преподнести по этикету. И у меня, как бы, опыта просто не хватило на это. То есть... Человек я, как бы, скромный такой. И в практике у меня такое прям не было, чтобы я... Теперь родители знают, что делать. Теперь вы будете подавать ежедневно лужи. Даже я знаю, что делать. Да. Александр... Чаще на свидание будет ходить сейчас. Что у вас, да, пошло... Что пошло не так у Александра? У меня не так. У меня вообще все так. Я на самом деле кайфовал от каждого конкурса. Но самое сложное. Где вот споткнулся, да, это конкретно спасение. Людей. То есть я... Просто даже не знаю, что делать в какой-то момент. Я растерялся. Я что предлагаю сейчас, друзья мои? Три Александра. Утреннее шоу. Утреннее шоу. Развлекательное шоу. Что мы все сидим и сидим. Мы уже попались. Вы слышите, какой конкурс? Конкурс еще. Мы уже попались, да. И Анастасия на право девушке приготовила для вас какие-то задания. Какие, я не знаю. Я поэтому тихонько, скромно посижу. Там, да, я хорошие конкурсы. У меня тоже хорошие. Все, начинаем. Давайте. Ну что, друзья, самое интересное впереди. Оставайтесь с нами. Сейчас проверим, насколько ребята сочетают физические силы с интеллектуальным развитием. У меня очень добрые конкурсы, как я уже говорил. Начинаем. Александр, выходите. Вы будете первыми. Начнем с третьего места. Сейчас мы проверим, насколько вы помните школьные годы чудесные. Вам нужно будет делать мой любимый советскую зарядку. Кстати, я ее делаю каждое утро. Упражнение. Ручки вперед, да? Да, и махи ногами. Да, вы можете сейчас буквально репетнуть один-два раза. Раз, два, да. И при этом мы с Астасом сейчас будем вам называть таблицу умножения на три. И вы будете соображать. Все, поехали, да? Раз, два, три. Три умножить на один. Приступаем. Три. Три умножить на два. Шесть. Три умножить на три. Девять. Трижды четыре. Плюс или умножить двенадцать? Трижды четыре рядовой. Умножить, конечно. Двенадцать. Пять и три. Пятнадцать. Шесть и три. Восемнадцать. Семь и три. Восемнадцать. Двадцать один. Ему подсказывают. Трижды восемь. Восемнадцать. Подожди. Восемнадцать было. Трижды восемь. Темп, темп, темп. 24. Пропускаем. Трежды 9. 27. Трежды 10. 30. Браво! Молодец, браво! Все, прошел испытание. Спасибо Александру Второму, который... Самое интересное, что мы в кулуарах со Старцем вспоминали эту таблицу. Александр Второй, выходите, пожалуйста. Доброе утро еще раз. Нам сказали, что вы самый галантный участник реальти-шоу, поэтому стихотворение про любовь очень красиво. Александр Сергеевич Пушкин и выпады вперед. Поехали. Одну секундочку. Мы сейчас подготовимся. Чтобы все серьезно было, конечно. Чтобы все красиво было. С выражением. Все. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью, то мим. Я вас любил так искренне, так нежно. Так дай вам Бог, любимый быть другим. Браво! Александр, просим вас. Вам тоже непростое задание, сами понимаете. Озвучивайте. Да, вас посоветовали как самого скромного участника, поэтому вам скороговорочки плюс присер. Да, скороговорочки. Можете смотреть, прям уже смело перед собой список и поехали. Сняли с надежды цветные одежды. Без одежды надежды не манят, как прежде. Мачо наранчо, пончо ест лечо и харчо. Модератор модерировал, модерировал, да не выдумаю, модерировал. Их пестициды не перепестицидят. Наши по своей пестицидности. Молодец, спасибо. Так и я ничего не поняла. Ребята, огромное спасибо. Молодцы. Возвращайтесь. Браво, браво. Молодцы. Я смотрю, что наши испытания будут вот таким вот зернышком по сравнению с тем, что вы прошли на Королевских играх. Давайте сейчас поговорим о моем самом любимом вопросе. Вот такая вот я меркантильная, все об этом знают. Призы. Это для того, чтобы мотивировать следующих участников. Какие были призы? Я знаю, что это был денежный приз, да, Александр? Да, это был денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Ну, неплохо, да? И на какую благотворительность вы его... Была у меня одна затейка на Новый год. На улучшение домашнего интерьера. Именно в зале. Не могу сказать, что там будет, но это будет круто. И это будет напоминание о играх. А, здорово. А, в интерьер свой, да? В свой интерьер домашний. Схорная статуя Александр. Что-то будет, что-то будет крутое. Я обязательно сделаю обзор в Instagram. Это здорово, Александр, да. В любом случае, не на какие-то там вещи будет потратен деньги? Нет, хочется, чтобы осталась память. Именно, чтобы пришли, там, о, нифига, ты тут сделал. Я скажу, это вот я выиграл. Напоминание. Хотите, научу, как? За два месяца трудов, испытаний. Скажите, кстати, раз уж не секрет, что, когда, не будем говорить, но стартует второй из сезона Королевских игр с мужским характером. Вы пойдете? Правда. Вы не обязаны пойти. Я на правах лидера. Вы пойдете? Могу пойти, но я не уверен. Это не точно. Но может быть все. Друзья, еще раз поздравляем вас с победой в реалити-шоу. Я напоминаю, что у нас в гостях были Александр Щербаков. Всем хорошего дня! Александр Фомкин. Доброго утра, Новосибирск, будьте на позитиве. И Александр Незбудей. Всем любви. Ребят, спасибо, вам тоже любви. Молодцы, какие наши участники. Да и вы, друзья, молодцы. И мы с Анастасией Фефеловой тоже молодцы. Мы с вами прощаемся. Меня зовут Стас Щербальков, кстати. Рожжевое утро продолжается. Никуда от экранов не уходите. Дальше будет интересно.